Приветствую вас! И начать мне бы хотелось с того, что я выражу поддержку своему коллеге, который довольно пиклеен, в общем и в целом, верным направлением, охарактеризовав то, что вам нужно делать, то, как вам нужно делать, и то, куда вам нужно стремиться, вот. Но мне бы хотелось по пунктам расписать вам причины и нюансы вашей ситуации и проблем. Первое, это то, что все ваши отношения раскачивались уходом мужчин. Первое, что здесь, что в этом случае нужно сделать, это проанализировать все отношения, проанализировать причины, по которым вы разрывали отношения с мужчинами, почему вы оставались без них, почему они уходили. Подумать над тем, как вы влияете на эти причины, и что можно сделать, чтобы их исключить. Я имею в виду эти самые причины. Далее, что нужно для успешного выстраивания отношений с мужчинами. Во-первых, это ваша модель, модель женского поведения, которая является очень важной при взаимодействии с мужчинами. То есть, как вы себя позиционируете в контексте мужчин. Что вы можете им предложить? Чем вы можете их привлечь? Почему они должны быть именно с вами? То есть, вот эти вот индивидуальные женские особенности поведения вашего, именно с мужчинами, нужно разобрать. Далее, ваш критерий выбора мужчин. Значит, каких мужчин вы выбираете, по какому принципу, кто вам нравится и почему, для чего вы их выбираете и так далее. В какой среде и как вы знакомились с ними. Это очень важный момент. В зависимости от этого, вы все это можете выписывать, все это можете себе визуализировать как-то. Значит, во всем этом необходимо найти то, что соответствует вашим желаниям. Какого вы мужчину хотите видеть рядом с собой и почему? Чем обусловлено это желание? Какие черты вам в мужчинах нравятся? Какие нет? Какие вы готовы принять? Какими готовы мириться? Как это между собой соотносится? Тоже важный, очень важный момент, очень важный аспект. При разборе всего этого необходимо, чтобы вы четко следовали своим интересам, свои линии интересов, которые у вас есть. Чтобы вы чувствовали, что именно вы этого хотите. Мой коллега, говоря о сценарном поведении, имел в виду, что сценарное поведение – это руководство не вашими ценностями и не вашими поведенческими алгоритмами, а поведенческими алгоритмами, например, родителей. То есть как бы через родительское поведение вы реализуете свои отношения. Но поскольку вы это другой человек, то вы не можете использовать эту модель поведения, подходящую для другого. И из-за этого возникают проблемы. Далее. Вы пишите следующий пункт. Вы пишите о том, что вы податлива и что вы, значит, мягкий. Вы мягкий человек. И податливость, и мягкость может являться хорошим качеством для женщины только при условии, что она хорошо этими качествами владеет. То есть, говоря иными словами, умеет использовать эти качества себе на пользу. Опять же, для этого необходимо понимать, что для вас важно, что для вас ценно и, собственно, что вы для себя приемлемете, а что нет. Вот это уже об этом я говорил. Так вот. Мягкость и податливость. Что это? Негативные ли это черты для вас? Положительные ли это черты для вас? Или это все-таки ситуационные, то есть ваши индивидуальные качества, которые нужно идентифицировать и правильно использовать? Понимаете, мягкая и податливая женщина может стать для мужчины отдушиной в жизни, если она правильно этим пользуется. Но то же самое может стать и причиной того, что вас никто не будет уважать. К сожалению. И это тоже может быть. И потому, потому я и рекомендую вам как следует об этом подумать, чтобы вы постарались для себя вот этот аспект выделить и определить. Чем продиктована ваша податливость и мягкость? Чем? Неуверенностью в себе? Страхом? Не остаться одной, а другим каким-нибудь. Чем? Поцарайтесь себе на этот вопрос ответить. Далее. Следующий пункт, о котором я хотел бы сказать, сближается в том, что вы симпатичны. И что мужчины предлагают вам легкие отношения. Почему? Потому что не воспринимают вас сырье. Потому что у них нет желания вас завоевывать. Потому что те мужчины, которые находятся рядом с вами, тем мужчинам нужна другая женщина, которую нужно завоевывать. А они чувствуют, что вас завоевывают или не нужно, или нет нужды. Вы либо становитесь для них той, кого хочется завоевывать. Либо для них вы перестаете вообще существовать и ищете себе других мужчин в другом месте, которые бы нуждались именно в такой, как вы. Следующий пункт, страх остаться одной. Сначала стоило бы соотнести появление этого страха с тем, что ваши отношения стали очень быстро завершаться. То есть, что появилось впервые. Если впервые появился страх, он не связан, скорее всего, именно с мужчинами. Он связан в глобальном. Больше в глобальном смысле. Мужины это одно из проявлений. И тогда, даже если вы построите отношения с кем-нибудь, вы все равно будете бояться. Все равно будете бояться того, что можете остаться одна. Если этот страх пришел все же после того, как у вас отношения начали портиться совсем, тогда этот страх именно остаться без мужчин. Да. Но в любом случае, это свидетельствует о том, что вы нуждаетесь чем-либо в контексте мужчин. Мужчина сейчас вам нужен для того, чтобы избавить вас от этого самого страха. От страха одиночества. И тогда уже нужно работать вам именно со страхом. Чего вы боитесь? Почему? Чем так страшно для вас остаться одной и почему? Как вы относитесь к себе? Насколько вы принимаете себя? И так далее. Насколько вам комфортно наедине с собой и прочее, прочее, прочее. То есть, иными словами, речь идет о личностном росте, о воспитании любви к себе, уважении к себе и о формировании у вас индивидуальности как достоинства. Вы говорите о самооценке, которая у вас падает. То есть, вот с мужчинами у вас не получается и самооценка из-за этого падает. Вопрос. Почему вы увязываете самооценку с тем, что у вас не получается с мужчинами? То есть, с чем это связано у вас? Почему вы видите связь между тем, что у вас не ладятся отношения с мужчинами, да, и своей самооценкой? На самом деле, самооценка ваша является чисто вашей чертой, вашей особенностями и характеристикой, ни в коем случае не зависит от того, как вас воспринимают другие мужчины. И тот факт, что она у вас падает, то есть она у вас оказалась в зависимости. Этот факт, к сожалению, говорит о том, что мужчины для вас это своего рода средство для самоутверждения, для доказывания чего-либо. Отсюда повышение их значения для вас, отсюда гиперфортированная мотивация быть с ними и отсюда, конечно же, неудача в отношении с ними, потому что вы не свободны. Вы не свободны с ними. Это, к сожалению, есть довольно значимая, довольно важная проблема, которую нельзя просто игнорировать. И перед тем, как вы будете строить отношения с мужчинами, вам нужно поработать над тем, чтобы ваша самооценка не зависела от того, как вам относятся другие люди. Это не связано, но это порождает зависимость, вашу зависимость от мужчины и от людей в целом. Вот так, в таком направлении вам стоит работать. Вы можете сделать это сами, вы можете поработать сами, попробовать в этом направлении подкорректировать что-то. Ну, а если не получится, обращайтесь к эксперту любому, которого выберете на нашем ресурсе, и у вас тогда все будет налаживаться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok